Чемпионат мира по футболу способен подарить тем, кто в него верит, тем, кто его любит, удивительное чувство, чувство защищенности. Полное ощущение, полное мироощущение даже такое, что пока идет чемпионат мира, с тобой ничего страшного и плохого не случится. И наоборот, тебя ждет что-то хорошее, оно может случиться в том числе в самую последнюю минуту, и вот стоит ждать. Разумеется, это иллюзия, разумеется, все не так. Но, тем не менее, первый свой мировой чемп я посмотрел 10-летним ребенком 40 лет назад, даже 40 лет с половиной. А самый свежий вот сейчас, вот буквально совсем еще недавно, как и вы, я видел эти какие-то, я даже не знаю, как сказать, не моменты, какие-то сумасшедшие аккорды этого финала, этого решающего матча. Сейчас чемпионат мира закончился. И, разумеется, это иллюзия была, потому что просто ты занимался этим все свое свободное время. И рабочие, если от этого и работа. В этом смысле можете завидовать, а можете нет. Это довольно утомительно. Но как будто ни было, сейчас мы переходим в совершенно другую фазу. По счастью, сейчас будут новогодние праздники. Мы опять сможем заниматься исключительно теми делами, которые нам приятны. Потом еще что-нибудь начнется. А вот в этой истории поставлена такая красивая точка. Давайте обсудим именно ее, что не спонтанного, а что закономерного. А вообще, помимо всего прочего, можно по-всякому пытаться продлить себе ощущение праздника. Вот, например, мои партнеры из компании Фонбет изготовили буквально самый современный, самый новый свой мерч. Это настоящий фанатский мерч. И они готовы разыграть, выбрать 10 победителей, которые смогут выбрать для себя любые два подарка из этой линейки фанатского Фонбетского мерча. Что для этого нужно сделать? Нужно быть зарегистрированным на сайте или в приложении Фонбет. Нужно иметь в активе ставку на 500 рублей как минимум. И еще нужно зарегистрироваться в телеграм-канале Фонбет. Собственно, подписаться на него. И тогда вы сможете принять участие в розыгрыше этих симпатичных, довольно стильных и, давайте скажем, молодежных, хотя черт его знает, является в моих устах комплиментом предметов. А теперь давайте к финалу. Да, ну еще разумеется, самое-то главное. Перед тем, как перейти к финалу, по-прежнему всем новым игрокам Фонбет по промокоду Уткина дарит 2000 рублей Free Beta. А вот теперь точно к финалу. Мне почему-то кажется, что если вы не смертельный зануда, вы повторите мысль, которая сейчас буквально заполнит интернет на самых разных языках, но может быть чуть меньше на французском. Вы скажете, что это может быть самый лучший финал, который вы видели. Это все сейчас говорят. И может быть оно так и есть. Почему я так думаю? Ну, потому что здесь сюда вписали все элементы абсолютной игры. Здесь были два камбэка, не три. Первый камбэк был со счета 2-0. И без двух голов одного камбэка бы не было. Было дополнительное время. Вот мое лично любимое блюдо в чемпионате мира, это когда в дополнительное время случаются гол и опять-таки камбэк. То есть когда развивается сюжет, когда он не просто зрелищный эффект, а когда он вот такой. Ну и наконец драматичная серия пенальти. Честно говоря, я не хочу показаться пророком, но у меня было ощущение, что французы проиграют именно серию, потому что просто у них на поле оставался уже очень молодой состав. И здесь было каким нервом дрогнуть. Но как же все-таки, какой изящной, спокойной походкой подошел к мячу Мбаппе. И забил пенальти Эмилиану Мартинесу. А Эмилиану Мартинесу в вопросах отбивания пенальти не зеленый пацан был. А Мбаппе взял и положил ему в третий раз совершенно спокойно и прочее, и прочее, и прочее. Совсем недавно вставал вопрос о том, стоит ли бить пенальти два раза за матч. О том, стоит ли бить пенальти бывшему одноклубнику или действующему одноклубнику, который типа тебя про тебя что-то знает. Ты про него тоже знаешь, если уж так на то пошло. На самом деле вот все это полная ерунда. А представьте себе, если бы движимы этими соображениями, Мбаппе взял бы и не пошел к ничью в дополнительное время. Но он же уже бил. Это действительно упражнение, которое сложно повторить два раза. И чем дальше, тем сложнее. Потому что один раз забить пенальти можно какому угодно вратарю. Но рано или поздно он у тебя его отобьет. И ты увеличиваешь эту вероятность. Ты, в общем, осложняешь себе задачу. А потом в серии пенальти как не бить? Как не бить первым? Это же, в общем, такое странное пережиток очень давних времен, что суперзвезда шел бить последним. А если вообще не дойдет очередь? Какой смысл было все это беречь? Вот сейчас в основном... И это, в общем, правильно. Это многие ждали. Это мне кажется справедливым. Я вообще просто не жду справедливости от спорта никогда никакой. И на самом деле справедливостью люди называют сбывшееся свое собственное желание. И соответствующее сюжету, который ты хотел видеть. Ну и пусть так. В конце концов, это вопрос терминов. И это такая невинная радость, что почему нужно с этим спорить и ругаться. Но сейчас, конечно, главная тема, что все наконец получилось. И у Месси наконец-то есть титул. И он завоевал его в самый последний момент. И, в общем, когда уже вы знаете, сколько ему лет и прочее, прочее, прочее. Мы с этим останемся в истории. По-моему, Месси, в общем-то, уже и был великим. И никуда от этого не деться. Возможно, величайший в истории. Но этого финала, вот этого финала. Его не было бы, если бы не Кирян Маппе. Потому что Франция играла ужасно. Франция вообще первый час как будто бы не приехала еще на игру. Потому что все решалось в самый последний момент. Все решалось им. И, на самом деле, он ведь еще и Хеттрик мог в основное время сделать. И никто не знает, как бы это повернулось. Ну, потому что это был такой бы серьезный поворот. Вот это финал, на самом деле, Маппе. И он, в моем понимании, останется таким и будет так озаглавлен. Еще и потому, что Маппе его не героическая, а драматическая фигура. Может быть, даже с оттенком трагизма. Хотя какая же трагедия, если все живы, никто не умер. И, в общем-то, призов тоже хватило на всех. Технологии проникают в футбол все глубже и глубже. Совсем недавно в России на чемпионате мира дебютировала система ВАР. А в Катаре работает уже полуавтоматическая система определения офсайдер. Появление новых технологий, что в футболе, что в других отраслях жизни, это результат работы айтишников. Айтишники – короли современного мира. Если вы хотите присоединиться к этой королевской семье, отправляйтесь в онлайн-школу Skill Factory. Skill Factory предлагает всем желающим комбинированный 10-месячный курс по программированию Python-разработчик. Он подойдет как тем, кто уже имеет опыт в IT, так и тем, кто начинает работу с нуля. Вы изучите универсальный язык программирования Python, а также научитесь асинхронному программированию. Это такая технология, которая позволяет программе решать сразу несколько разных задач одновременно. В общем, очень экономит время и ресурс. Время и объем занятий вы определяете сами. Обучение основано на реальных кейсах крупных компаний, так что вы сможете принять их опыт. Специалисты Skill Factory будут всегда рядом на связи. Если возникают вопросы, сразу к ним. Точно помогут. По итогам обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке. А специалисты карьерного центра Skill Factory помогут вам найти работу для применения новых навыков. Они свое дело знают, но если вдруг этого не произойдет, вы получите назад все деньги за обучение. Но где еще вы такое найдете? Сейчас у Skill Factory есть для вас специальное новогоднее предложение. Вы можете получить 50% скидку на обучение по промокоду УТКИН. Плюс в подарок вы получите три дополнительных курса. А еще вы сможете попасть на день открытых дверей в IT-компанию Beeline. Ну, не эксклюзив еще ли это? Переходите по ссылке в описании. Записывайтесь в онлайн-школу Skill Factory. Изучайте новое и продвигайте мир вперед. Я буду занудным и банальным в этом вопросе. Но финал никому ничем не обязан. Ради этого матча кто-то живет жизнь. И вот сейчас те, кто видит справедливость, про чего я не выражаю, но просто, по-моему, это не совсем так. Кто-то справедливость в этой концовке. Друзья мои, вы только подтверждаете, что к этому матчу Месси шел всю жизнь. Начиная с детства. И без этого матча, и без этого титула осадочек все-таки оставался бы. Вы ведь вот об этом говорите. Ну, а раз так, послушайте. Если так, то это означает, что этот матч мог быть абсолютно любым. Ты просто добиваешься победы в самый нужный для тебя момент. А вот все остальное, это удивительный антураж. И вот в этом матче мог бы быть антигерой. И он был бы из сборной Франции. И это был бы Усман Дембеле. Потому что до того, как Франция начала отыгрываться, Дембеле был абсолютным антигероем матча. Он вообще странный парень. Его мало кто любит. Такой он немножко безбашенный. И очень удивительный. Потому что он спонтанно может сделать такие вещи, которые вообще никому не подвластны другому в принципе, может быть. Но иногда он выглядит полным идиотом. И Усман Дембеле так или иначе привез эти самые первые два гола в ворота сборной своей страны. Первый раз он просто потерял Демарию вообще. И глупейшим образом нарушил правила заработать пенальти. А в другой раз через его зону опять-таки пришла опасность. Где был сам Дембеле, просто невозможно понять. Ну, может быть, можно. Ну, черт его знает. И его тут же заменили. И тогда мы с вами поговорили, что да, конечно, Месси – это Месси, Аргентина – это Аргентина. Но Месси – это, понимаешь, что великий. А вот проиграть финал чемпионата мира в одно лицо, еще и не будучи при этом вратарем, потому что вратарские ошибки всегда решающие. Вот это, конечно, надо было суметь. И камбэк Мбаппе, Мбаппек, он, конечно, помог Усману не остановиться таким антигероем в том числе. Потому что это было бы несправедливо. Дембеле был одним из героев этого мундиаря для французов вообще-то. Ну, вот так уж получилось. Мне кажется, что в этой игре мы увидели и действительно уже можем признать, что нынешний тренер сборной Аргентины Леонель Скалони – это тоже человек, с которым приходит смена поколений. Потому что, ну, Дэшама в финале он переиграл. То, что касалось тренерской подготовки к матчу. Скорее всего, переиграл Ван Галя. Хотя потом Ван Галя вернулся, но, тем не менее, если говорить о стартовой позиции, о подготовке к игре, с чем команда выходит на поле, наверное, Скалони был поинтереснее. И он уже не выглядит главой клуба близких друзей, которые являются его помощниками, и каждый из которых был более ярким футболистом, чем он. И не является патроном клуба друзей Месси, которого на самом деле Месси и поставил, и так далее, и тому подобное. Нет, Скалони – самостоятельная фигура. И он приходит на смену, ну, не обязательно на смену тренером старшего поколения. Ван Галя уходит, а вот Дэшам никуда не уходит. Тем не менее, он заявляет о себе. Заявляет о себе как равный и очень интересный соперник. Безусловно, сборная Франции, не свались на нее гигантское количество травм. Вы уж меня извините, но я думаю, что она разорвала бы любого соперника, ну, может быть, кроме Бразилии на этом турнире. Если бы они все были. Если бы были Пагба, Бензема, Канте, может, тут еще. Но этого не произошло. И в итоге финал состоял из каких-то удивительно милых, теплых и очень несказочных, очень жизненных историй. Про Добеля я уже сказал. Ну, а появление Ди Марии, который, как кажется, уже, в общем, на его особого расчета-то не было. И мало того, когда Ди Мария появилась в составе, все подумали, ну, очень многие подумали, и поэтому тоже был завален интернет, что он будет играть в зоне Тео Эрнандеса, левого защитника французов, который подключается к атаке и тем самым проваливается иногда, неизбежно. Так вот, Ди Мария достался в подарок Дембеле, и они там с Кунде не могли разобраться, как его держать. И когда Эрнандес бесился в конце первого тайма, он несколько раз попал в кадр, и было видно, что ему очень плохо, что он очень зол, страшно зол. У меня такое ощущение, что Эрнандесу тоже сказали перед матчем, что, старик, а у тебя будет Ди Мария играть. И вот Ди Мария все не приходит и не приходит, а Ди Мария все опасности и опасности. Ну, как тут не взбеситься? Никак. Вот Ди Мария еще один человек, который, посмотрите, сколько у него титулов, он тоже безоговорочно великий игрок, из когорты великих, из великих вот этого самого своего времени, которое уходит. А он всегда был, собственно говоря, оруженосцем при Лионеле. И даже когда лучшим в матче, например, бывало Ди Мария, как это было, например, в полуфинале Бразильского чемпионата мира, всегда лучшим признавали Месси. И золотой мяч для Месси на этом чемпионате мира, и золотой мяч лучшему игроку, награды FIFA, не будут награды францфутбола. Этот золотой мяч, он ведь тоже у Месси уже был в том самом 2014 году. Просто он тогда не был ему очень рад, потому что у него был титул лучшего игрока чемпионата, который он не выиграл. А сейчас есть и то, и другое. Но я вот не уверен, что именно Месси безоговорочно лучший игрок финала. Все-таки когда ты получаешь мало времени на то, чтобы себя реализовать, и ты уже реагируешь на то, что твоя команда проигрывает, это более сложная задача. Это был финал Мбаппе. Что не отменяет ни единого слова, сказанного о Лионеле Месси. И не отменяет того, что сборная Аргентина провела большой очень турнир, может быть, даже великий для себя турнир, эпический, начавшийся с нижней точки падения и завершившийся в финале. Но все, что мы говорим о Месси, мы говорим на фоне вечности. А сегодня не получилось бы, ну или уже вчера, вот в этот день, в это воскресенье, 18 декабря, мы бы с вами посмотрели довольно скучный матч, который в сущности решился уже в первом тайме. Но мы увидели великого Мбаппе. И какое же счастье, что мы будем с ним жить еще довольно долго. Футбольный клуб, футбольный клуб, футбольный клуб, футбольный клуб.